Раздевалка санпропускника женская. У нас в основном женский коллектив. Здесь есть разделение и мужское санпропускник. Мы заходим сюда, чтобы одеть противочунный костюм. Костюм, которым мы работаем на COVID-19. Я снимаю свою верхнюю под одежду, вешаю свой персональный, индивидуальный шкаф. Сюда свое все вешаю. Вот, и одеваю костюм. И так каждый день, а иногда и по несколько раз в сутки. Во второй клинической больнице, где трудилась старшая медсестра Раиса Лупанова, в ковидные годы работы было много. Нескончаемый поток инфицированных, которым нужна помощь, дежурство и неизвестность. Вначале была сложность в том, что неизвестно. Но это наше призвание. Мы не должны ничего бояться. Мы должны, какая бы инфекция ни возникла, мы должны ее победить. За высокий профессионализм, заслуги в организации, оказание медицинской помощи в период пандемии награждена медалью Луки Крымского. В 82-м году по распределению училища я попала во вторую городскую больницу, в инфекционное отделение. И работая там, я поняла, что инфекция – это мое, она просто интересная и многогранная. Вот столько всего появляется нового, и поэтому с каждым разом все интереснее и интереснее. В гуманизме было милосердие. Они являются путеводителем по моей жизни, и поэтому поступить я не могла иначе, чтобы куда-то уйти, перевестись. Поэтому это мое. Это действительно заслуженный человек, она имеет многолетний стаж работы. Ее медицинский стаж исчисляется с 38 годами, в том числе 36 лет она работает в должности старшей медицинской сестры инфекционного отделения. Она высокий профессионал своего дела, помогла многим людям, и коллектив, который выдвигал ее, посчитал ее достойной именно. Потому что это человек, который медик по призванию, и она всегда искренне и от всего сердца помогала людям. Медаль Луки Крымского учреждена указом президента в июне 2020 года. Она названа в честь выдающегося отечественного хирурга и ученого. И теперь заслуженную награду получают и саратовские медики. Среди них заведующая приемным отделением областной детской клинической больницы Людмила Новикова. Проходите. Присаживайтесь. Как вас звать, молодой человек? Даня. Даня, очень приятно. Меня Людмила Юрьевна. Можно тебя послушать? Ты где упала, расскажи. С дивана. С дивана. Прыгал? Да. Да. Так, сейчас я тебя послушаю. Молодец. Практически с детского сада хотел быть врачом. Играли, как все дети, в больницу. Ну и так, в общем-то, свое решение я не поменяла и ни о чем не жалею. Открывай широко, широко, широко. Молодец, закрывай. Сейчас шею еще поглажу и все. Попали сюда в больницу с переломом руки. Врач встретил хорошо, отзывчивые все. Людмила Юрьевна очень внимательный врач. С ребенком контакт хороший. Ребенок подошел вроде как и стеснительный, но контакт нашли они. По прошествии иного количества лет уже понимаешь, что помимо того, что работать с детьми, нам приходится работать и с родителями. Вот это тоже одна из сложных составляющих в нашей работе. Потому что, сами понимаете, с личным ребенком болеет и родитель. Переживается, переживает. Поэтому приходится оказывать и психологическую помощь родителям, которые приходят к нам. И, соответственно, необходимо немало терпения иметь, общаться с родителями, с родственниками пациентов. Ну и немало знаний, в общем-то, надо иметь в педиатрии, чтобы работать на должном уровне, чтобы поддерживать статус непосредственно нашей больницы. Роль приемного покоя стационара трудно переоценить. Это как некий фильтр, где задачей Людмилы Новиковой было распознать опасную инфекцию и не допустить занесения ее в стационар. Позже, в 2021-м, под руководством опытного педиатра на базе областной детской больницы было развернуто инфекционное отделение для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией. Это не случайно для медицины человек. Она всей душой радеет за своих пациентов. И она реально тот доктор, который может в самые короткие сроки разобраться, с какой патологией пришел ребенок. Требуется ли госпитализация сюда, соответственно, требуется ли перевод в другое какое-то профильное отделение. На самом деле это очень сложно сделать в условиях приемного покоя, когда ребенок недообследован, когда нет развернутых анализов каких-то. То есть это в основном клиническое мышление и какой-то минимум инструментальных лабораторных обследований. Вот Людмила Юрьевна как раз тот профессионал, который знает, на что обращать внимание, и ее диагнозы, они подтверждаются потом, когда ребенок поступает уже в отделение. Педиатр с 30-летним стажем. Профессионал своего дела и наставник молодых специалистов. Была отмечена губернатором Саратовской области, награждена почетным знаком отличных здравоохранений и имеет другие грамоты. К новой государственной награде относится спокойно. Говорит, что это заслуга всего коллектива. Единностью только можно достичь каких-то результатов. И в общем-то у нас приемное отделение, девиз негласный, пока мы едины, мы непобедимы. И оно так и происходит. И в больнице, и в отделении в том числе.